Расследованием крушения вертолётов в Крыму занялся Межгосударственный авиационный комитет. Борт, летевший из Ялты в Белогорск, рухнул сегодня в гористой местности в 7 километрах южнее Алушты. Об аварии сообщила местная жительница. В результате крушения погибли три человека. Пилот по имени Платон, продюсер Александр Куликов и его помощница Мария Суслова. 51-летний Александр Куликов был главой компании «Союз Маринс Групп». Кроме кинопроизводства, она занимается также строительством, управлением объектами недвижимости и сельским хозяйством. Куликов создал ряд художественных и документальных фильмов и арт-хаусных проектов. Наиболее известен как продюсер фильмов «ВИ-3Д» и «Марсианин», а также как актёр сериала «Мурпехи» и картины «Быть или не быть». Несколько лет Куликов выступал в качестве солиста и автора песен с группой «Морской пехоты России. Черные береты». Кроме того, актёр вёл активную благотворительную деятельность. Владимир Путин присвоил Куликову почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Вертолёт «Робинсон», потерпевший крушение, это небольшой борт, рассчитанный всего на четыре человека. Такие вертолёты часто покупают в курортных городах и предлагают взять в аренду, чтобы полюбоваться видами с высоты птичьего полёта. Ну и, конечно, в Ялте есть на что посмотреть. В Крыму предложения аренды хватает. Правда, цена на неё не маленькая – 45 тысяч рублей. Как известно, у вертолёта, который потерпел крушение, было разрешение на полёт. Продолжение следует...